если у нас в гостях группа терпкий август катерина билибина и кира покровская доброе утро доброе утро друзья почему терпкий почему а куда почему не приторный июль допустим кисло и кислый май почему ласково есть моим а уже занят марезанец май занят декабрь насколько я знаю тоже ноябрь тоже у нас немножко другая история нас просто все началось в августе мы познакомились с кирой в августе плюс этот август получился какой-то очень переворотный в моей жизни в кириной жизни вообще сумасшедший почему не сумасшедший август почему он терпкий наверное в каких-то ощущениях дела не знаю не могу объяснить у меня вообще терпкость она по жизни присутствует и в стихах и в ощущение мира на название придумала кира на самом деле мне очень хотелось чтобы это было как-то связано с августом и как раз она вспомнила одно из стихотворений в котором есть такое выражение терпкий август накид а давай терпкий август и так и понеслось давно это было что именно ну вот август тот самый нет нет это это было в 17 то есть вам еще почти почти годик нам нет потому что мы тогда просто познакомились на фоне кире понравились мои стихи она в интернете ко мне стукнулась давай говорит можно я тебе запишу что-нибудь под музыку кира тогда просто находил интернете музыкальной композиции и нравились какие-то стихи и она занималась мелодикламации я вообще этим не занималась первый раз услышала привет это когда стихи под музыку да мне пишет в интернете привет а можно я тебе что-нибудь запишу мне твое стихи понравились игры можно можно я уже записал оказалось что записала не только стихи но еще и песню сочинила на моей стихи кира еще и музыку пишет и поет и с тех пор вот как бы началось наше знакомство такое потихонечку потихонечку а вы свои стихи публиковали в интернете да так как кира нашла так то кира очень добрый человек она могла вас не спрашивать миллионы зашибать может быть давайте уже послушаем а в итоге получилось давайте первая такая песенка называется перекати поле мне под ноги падают галяда рассыпаясь с пулькими мостовыми а в окно все светит одна звезда и твое сквозь сон напевает имя ангел мой и берег эти поле что ж ты не знаешь ни отдыха ни сна нам с тобой и бы вольная воля солнце днем даю чулна самокранка не полотно дорог под колеса стелется непрерывно я б замедлил век если б только смог в песнях автострады услышать тебя ангел мой и берег эти поле что ж ты не знаешь ни отдыха ни сна нам с тобой и бы вольная воля солнце днем даю чулна с снежным полем белый тетрадный с ... ... ... ... ... ... ... ... Чиняю жизнь, чтоб узнать и запомнить твое мне имя. Ангел мой, берег эти боли, что ж ты не знаешь, ни отдыха, ни сна? Нам с тобой выволенная воля, солнце днем до ночи урла. Ангел мой, берег эти боли, что ж ты не знаешь, ни отдыха, ни сна? Нам с тобой выволенная воля, солнце днем до ночи урла. Ангел мой. Группа «Терпкий август» у нас в студии «Радио 54». Я так понимаю, все ясно, да? Значит, Кира пишет музыку, Катерина пишет стихи. Да. Вот так распределились обязанности. А с жанром тоже сразу определились? Арт-рок. Вот это оно, то, что мы сейчас услышали. Говорят, да. Не мы определились, это нам сказали. Специалисты. Но вы пробовали с чем-то еще экспериментировать? Какие-то другие жанры пробовать? Ну, не то, что попробовали, я как-то на заказ рэп писала. Да? Рэп. Кому? Местная звезда какая-то забыла. Ну, это Тимати, кажется, да? Или как его? Нет, до Тимати мы еще пока не доросли. Ну, в общем, да. Это был такой эксперимент. Мне было интересно. И я кроме заказчиков никому не показывала, конечно. Но нормально ему понравилось, он поет. Я не знаю. Ну, знаете. Класс. А Кира всегда вот такую музыку любила? Или были какие-то раньше другие увлечения музыкальные? Нет, я вообще по жизни меломан. То есть... Вообще разной музыке, да, нравится? Да, 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 да. Вот. Ну, больше, конечно, рок всегда нравился. Ну, вот такой вот женский рок. Зимфира. Зимфира, да. Что-то такое там. Ночные снайперы, Кормухина и так далее. Все, что связано с женским вокалом. Вот. А, Катерина, вы не пробовали петь? Или вы просто в этой композиции конкретно не участвуете? Ну, вообще я больше по декламации, конечно. Нет, я пробовала, пробовала, да. Но Кира меня в свое время очень настоятельно убеждала, что надо это сделать. И я, конечно, пробовала. Потом я поняла, что, наверное, без преподавателя по вокалу мне больше не надо пробовать. Давайте прервемся на рекламу, а после Катерины нам исполнят что-нибудь. Хорошо? Катерина Билибина и Кира Покровская. Вместе Татьяпки Август у нас в студии Радио 54. Продолжаем знакомиться и слушать их творчество. Песенку мы уже услышали первую. И теперь Катерина прочитает стихи. Да. Как называется? Мне хочется вечно называться. Очень нежно, трогательно, про любовь. Это то, что нам всем надо. В пятницу. А мне хочется вечно держать тебя за руку и молчать на взрыв. Пусть крушатся горы, взрываются звезды, моя милая. Пусть каждым атомом что-то большое во мне болит, но я по-другому любить тебя не умею. Мне хочется вечно звучать в тебе штормовой волной, пронзительной песней ветра, вулканным соло, гордиться, что я с тобой или не с тобой, причина твоих бессонниц и веских повод. Мне хочется вечно беречь и хранить тебя от любых невзгод, и прятать в ладонях, как в детство от всех секретик, и быть уверенным, что если есть в этом мире Бог, он вместе со мной всегда за тебя в отретье. Не хочется вечно держать тебя за руку и молчать на взрыв. Пусть рушатся горы, взрываются звезды, моря и милая. Пусть каждым атомом что-то большое во мне болит, но я по-другому любить тебя не умею. Группа «Керпки Август» в студии «Радио 54». Мне интересно, кто-то делает что-то подобное у нас в городе? Чтобы сочетались и стихи, и песни, да? Я вам более того скажу, нам тут вчера сообщили, что даже в Москве такого никто не делает. Интересно. Но вы уже имеете опыт выступлений? Небольшой, да. Но желание дальше работать есть, да? Конечно, огромное. Мы к вам пришли. Чем вдохновляетесь, Катерина, когда пишете такие строчки проникновенные? Любови. Конкретно такие любови. Ну, вообще, наверное, любовь правит миром, и поэтому практически всегда является музой некой. Ну, плюс что-то, что произвело впечатление. Дети, конечно же. Дети у меня есть стихи, которые я писала про детей, там, для детей. Есть колыбельная прекрасная, но мы ее не будем сегодня исполнить. Ну да, с утра мы еще раздеваем немножко. А кроме любви, любовная лирика превалирует? Нет. Что еще есть? Какие-то темы? Есть какие-то философские, может быть, рассуждения. Есть, я их так называю, у меня такая серия стихотворений, раздела. Мои разговоры с Богом. Ну, с Богом не вот христианским, да, как у нас же христианская религия православная. Нет, Бог, какой-то вот мой внутренний Бог, и я с ним разговариваю, у меня идет постоянно диалог, и есть вот стихотворение, да, из этой серии, мои диалоги с ним. Есть, недавно писала баллада о войне любви. Есть что-то, мне рассказали сон, он на меня произвел впечатление, и потом вылился в стих. То есть, буквально, у вас всегда с собой блокнотик, да? Я в телефоне, в черновиках, смс-ах. Все может быть стихом потом. Да. Кира, а вы после того, как появился «Терпкий август», не прекратили искать интересные стихи в интернете, перекладывать их на музыку, или теперь вы только с Катериной сотрудничаете? Вот знаете, наверное, прекратила. Вот как вот прочитала ее творчество все. Вот настолько проникновенно, настолько как-то совпало все гармонично, вот, что как-то даже вот сейчас уже в новостной ленте что-то проходит, вот мало что цепляет. Не лайкаю. Может быть, еще успеем послушать? Давайте еще успеем одну. Песня называется «Я есть». Это стихотворение написано было очень давно. Кира нашла. Подняла из архивов и сделала из них классную песню. Э NASTY. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я есть, я есть, если веришь в это ты Я есть, если веришь в это ты В это ты веришь в это ты Я есть, если веришь в это ты Группа Терпки Август Катерина Билибина и Кира Покровская Были у нас в студии Радио 54 Это еще не все, как всех наших гостей Просим вас рассказать напоследок забавную историю жизни Коротенькую Коротенькая история, забавная Это как раз была В тот самый раз у меня была презентация Первого моего сборника в Агарте И тогда Кира как раз убедила меня спеть И значит мы стоим на сцене Я стараюсь спеть Тут выходит мой трехлетний сын Который, конечно же, должен был быть у мамы на прингере Он выходит перед сценой Становится перед камерой И на весь зал говорит Мама, я писать хочу А мама поет И делает большие глаза И не знает, что дальше Вы допели или увели ребенка сначала? Я допела, там сидела бабушка Я делала ей знаки руками Это все в записи Прибежала бабушка, увела ребенка А я пела Поэтому очень важно взять всех своих родственников с собой На свою премьеру Иначе никак Спасибо большое, спасибо, что пришли Спасибо за музыку, за творчество И мы тоже всех слушателей благодарим за внимание Прощаемся до понедельника В воскресенье смотрим матч России Обязательно болеем за наших Талалаева Настя Александр Часоветин Всем позитивных, добрых выходных Живите интересно Пока-пока Пока-пока Пока-пока